И всем добро пожаловать, друзья, на The Dark Pictures. С вами канал Perfect Gamer Play. Так что, друзья, сегодня у нас будет пятая серия замечательной этой игры. Ну что ж, давай уже продолжим. Ты это тоже слышишь? Вопли, крики. Ты только в это вслушайся. От одного только звука уже становится страшно. Ник, расселина 23.53 часов, глубина 159 футов. Так, а наша Рэйчел где-то на глубине за 360 вроде бы как. В самом низу. Но она уже все выше и выше. Она упоминала, что она скалолазка была. Похоже, им там намного веселее, чем нам здесь. Так что, лазать она умеет. Патрулируйте периметр, обыщите руины. Так, давай-ка сразу осмотрим вот эту вот подсказку. Ой, что-то Нику совсем нехорошо стало. Ладно, будем осматривать. Ну, слушай, вроде когда мы играли за Рэйчел и полковника мы вроде бы как тут все осматривали. Нет, это немного другая локация. Так, смотри, рация есть. Радио. Но вряд ли оно работает. Смотри, оно вроде бы как прожженное. Или что, он сверху. Что-то, видать, сгорело там. Карта, смотри, какая-то местная, наверное, я не могу понять. Может быть, Ник это прокомментирует как-то? Тут ложное место раскопок для грабителей. Знали, что здесь их ждет нечто особенное. Ложная карта, друзья. Если полезут, то я думаю, что, скорее всего, из разлома. Если приступ оптимизма, лейтенант. Слышь, полковник бы и жопу потерял, не будь она приделана. Видишь нашего пропавшего друга? Салима? Не, не вижу. Мы ничего не знаем о нашем противнике. И мы прямо посреди его территории. Хреново дело. Не знаю, как надолго их задержат эти двери. Радио наш шанс. Сейчас починим, позовем подмогу. Сравняем счет. Если тут и есть передатчик, диапазон ограничен. Черт. Если бы Эрик вызвал поддержку с воздуха, они бы поймали сигнал. Начальство только обсираться умеет. Друзья, даже если бы вам Эрик вызвал поддержку с воздуха, я не думаю, чтобы это вам бы как-то помогло. Если бы вы еще бы ее и вызвали. Каталог находок один. Ван Хейтен. Вот такой вот каталог. Так. Подожди, а мы там все смотрели? Сработала кардсцена, и мы как бы не успели тут все оглядеть. Найден секрет. Замечательно. Если выберемся, повесим дома на стенке. Так, 30 декабря. История болезни Мэри, возраст, пол. Так. 38 повышения, температура. Понятно. Какие лекарства ей там давали и так далее. Так, смотри, еще тут у нас одна записька. Адресат. Заметки для статьи. Я так и знал. На паузе можете прочитать, друзья. Так, там нам не пройти. Окей. Продвигаемся туда дальше. Так. Туда может пойти или туда. Давай, наверное, сперва сюда. Ну-ка, фонарик. Давай-ка включим. Не, наверное, все-таки давай там все исследуем. То, боюсь, я сработает. Карсцена и мы с тобой не сможем сюда вернуться. Вдруг найдем еще какую-нибудь подсказку. 29 декабря. 30 декабря. Состояние Мэри ухудшается. Этим вечером я очнулся от изможденного оцепенения. И обнаружил, что леди Брэдшоу снова мучает мою жену своими чертовыми вопросами. Мэри что-то пробормотала о крылатых демонах. Тогда глаза Брэдшоу загорелись. И она спросила Мэри, ощущает ли она их прямо сейчас. Охваченная делирием, моя жена бросилась на Брэдшоу и впилась ногтями ей в грудь. Делирием это вроде как белая горячка, что-то такое. Галлюцинация и горячка. И спустя некоторое время мне удалось успокоить Мэри. Так что, друзья, у Мэри начался делирием, как он сказал. Это что-то вроде галлюцинации. С медицинского термина, вот если перевести. Так, смотри, здесь у нас еще что-то есть. Да, и вправду подсказка. А, нет, подожди, мы это смотрели. Так, ну все, все смотрели. Давай тогда поднимемся по лестнице. Да, не зря мы сюда вернулись и фильмик посмотрели. Узнали как можно больше о той археологической группе, которая была здесь в 46-м году. Вот. И узнали про некоторых членов группы. Что они погибли не самой лучшей смертью. Так, а не пройти нам, смотри, да? Так, давай-ка к напарнику подойдем. Может он нам что-то скажет. Но по заданию нам как бы патрулировать тут ну вроде бы все спокойно, на первый взгляд. Не считая, что там внизу происходит. Вот, блин. Может быть туда нам надо? Да нет. Так, что за грохот? Прям гул такой. Не, ну вроде бы все смотрели. может быть что-то пропустили. Ложная карта. Смотри, повторно подошли к радио и видать, что-то сработало. Хотя мы уже подходили к этой радиостанции. Что-то транзисторы, смотри, там полетели, погорели. Апатаж. Зачем им это? Какая теперь разница? Увидите, что отступайте. Там безопасней. Уверены? Вы там и ракца потеряли. Он сбежал в тоннеле. Значит, не жилец. Он не один из нас. Хуй с ним. Ну, что ты так говоришь. В прошлой серии вы прям с ним такие каррифаны были. Молодцом, сержант. Разрешаю покурить. Молодцом. Эти штуки тебя убьют. Друзья. Не курите. Занимайтесь спортом. Не курите. Каким-нибудь хобби. Может быть, у Рэйчел? Ничего. Это побочный сигнал. Даже без передатчика радио ловит всякую хрень. Просто помехи. Почини передатчик. Если наладим сигнал и свяжемся с ЦКВС, будем на шаг ближе к дому. Ну, не знаю. Я не техник. Вот был бы Мёрган. Он бы смог. Ясен хер. Что поделать. Вот и Салимушка наш. Совсем рядом, кстати. Прям смотрит на нас. Дар. Салим. Это ты? Тихо, тихо, тихо. Они близко. А мы Дара вроде как подстрелили, но... А, да, вон. На нём прострел. Но он вроде как бодрячком. Эти уроды зовут подкреплением. Надо им помешать. Нет, нет, нет. Эти уроды могут помочь нам спастись. Ты совсем сдурел, Салим? Они же наши враги, идиот. Значит, ты ещё не видел демонов? Этих тварей. Здесь внизу демоны. Вот они... Да, по-настоящему наши враги. Салим, да ты нахер бредишь. Послушай. Они убили американцев. Почти убили меня. Закрой рот и иди нахер за мной. Ты меня вообще слушаешь? Нет, это ты послушай. Иди за мной, и можешь... Или можешь подохнуть тут. Давай, выбирай. Да, блин. Дар вот этот... Чтоб тебе. Дар вот этот командир, Салима. Чем-то на нашего полковника похож. Такой же, блин. Дурында. Смотри, вроде что-то проклёвывается. Нормально вызвали подкрепление они. Почини уже передатчик. Мне нужно время. Полковник, вернитесь в храм. Передатчик не одна единственная наша проблема. Следите по камерам, чтобы нас не обошли. Я справлюсь. Лейтенант, я. Справлюсь, говорю. Ну! Просто сколько их там ползёт, нафиг. По звуку. Дратути. Как ваше ничего. Да. Теперь, навряд ли, починим радио. Мне с места... Ты починишься мне. Ты их не слышишь. Надо уходить отсюда. Они идут. Заткнись. Как и наш полковник. Он... Такой же, блин. Сам себе на уме. Обойдём его. От него, иначе, не избавиться. Прикрой! Обходи! Не могу прицелиться. Да что с тобой? Кто и кистоишь? Ну, привет, зайчик. Продвигаемся в храм. Вперёд! Забракодировать двери. Под ноляк. Скорей! Я не вижу иракцев. Рэйчел, храм. Там сидят, если не тупые. Сейчас сейчас будет жарко. Стой! Рэйчел? Рэйчел? Как она выбралась, капец. Ну, рада тебя видеть, Рэйчел. Так, так, так. Чё, это всё? Хватит! Я знаю, это он, Рэйчел. Знаю. Лучше остынь, пока я сдачи не дал. Плевать мне, что ты полковник. Нет, Ник. Я пыталась ждать, Эрик. Правда, мне жаль. Всегда верны. Ты выдержал, а я нет. Рад тебя видеть. Думал, ты мертва. Кто ещё выбрался? Мало кто. Мёрвин мёртв. Эти твари достали Джоуи. Кларису. Что такое? Кларису заразили. Эти монстры как-то попали внутрь неё. Я не могла рисковать. Пришлось её оставить. То есть, Клариса всё ещё где-то там? Это уже не Клариса. Она обратилась у меня на глазах. Верю. С Джоуи то же самое. Пушка. Каждый выстрел на счету. Так, отступаем к храму. Вообще отлично ещё и генератор у хана. Нам нужен генератор. Без него ослепнем. Помогите! Ни одну тварь нельзя пропустить. Они уже внутри. Значит, больше не впускай. Даже по приглашению. А как насчёт пулемёта? Будто тех мало. Здесь заминировано? Недостаточно. Ну и что дальше, Рэйчел? Блин! Эти твари реально хотят прорваться! Надо срочно врубить генератор! Иначе жопа! Супки лезут внутрь! Не выдержит! Это наш дом! Поняли? Не могу! Не могу больше держать! Внутри, сука! Ловкая тварь! Где она, блядь? А чёрт! Прорвались! Эти твари ещё хуже крыс! Тупая куча говна! Отлично! Генератор починили. О, да! Сейчас, походу, постреляем из пулемёта. Возражений нет? Они прорывают периметр! Если есть идеи, так давай, делись! Давай, давай! Должно быть что-то! Стоп! Да! Бежим в катакомбы! Надо идти вниз! Вниз? Вообще-то выход в другую сторону. Либо туда, либо все умрём здесь! К восточным воротам! Живо! К воротам! Не лучшая твоя идея, Рейджи! Но всё же идея... Всё же вариант... Блин, заклинил. А это вроде бы та монстриотина, которую Салин придавил грузовиком. К воротам! Продолжение следует... Так там... Растяжки, мины... Главное самим не подорваться. Продолжение следует... Иерик зал с жертвоприношением. Тихо. Их слышно? Взрыв нас отрезал. Идем дальше. Я надеюсь, там проход как следует завалило. А вот и наш старый друг, смотри. За колонной вон он прячется, поджидает. Бросайте оружие. Бросайте оружие. Здорово. Я заметил. Что там было? Не с места. Твой друг какой-то слишком нервный. Прям бесит меня. Если ты опустишь оружие, это может его успокоить. Не послушается, я ему в голову выстрелю. Это очень плохая идея. Ты не в том положении, чтобы спорить. Ну давай, рискни, блядь. Мы могли бы стать близкими друзьями, если бы на секунду забыли форму какой страны одеты. И будь дураком. Предлагаю просто захуярить этих уродов. Что скажете, сэр? Что они говорят? Решайте, сэр. Давай, наверное, все-таки помощь. Они помогут нам. Это враги, Ники. Мы должны помочь друг другу. По-другому никак. Эти варри уже совсем рядом. Это они. Надо открыть эту дверь. Чего вы стоите? Ну? Даже не только. Давай, давай, парни под наляг. Враг нашего врага, друг. Вперед, ну давай. Черт. К ним я прикрою. О, Боже. Вперед! Надо же, с какой тяжестью вы открываете дверь, а с такой легкостью там один человек ее закрывает. Эрик, зала жертвоприношения 0021 часов. Честное слово, это худшее место во всем мире. Тут с тобой не поспоришь. Охренеть тут эти твари. Переживите штурм. Легко сказать, из них ничего не берет. там джейсона утащили твою мать это еще кто это чё за тварюга на это же это царька сумасшедшего в которых зажря всех жертвоприношения демон это был прав жаль что ты понял это только потом когда уже поздно так эрик вроде бы ника заметил слушай а оно неплохо сохранилось 2000 лет чем-то пришло просто вали его ник что-то стоишь винтовка что я же нажал выстрелить солид давай помоги нику сколько ваших здесь тварей эти рейчел нет солим стреляй давай поможем рейчел солим держись держись так спасли рейчел а что с ником охренеть ему вообще пофигу но охренеть и а и и и и Помочь, помочь, давай поможем. Надо помочь. Давай, 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 Эрик. Может быть еще получится спастись. Давай, 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 давай. Просто охренеть. Не связывайся с морпехами. 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 Будучи возле жены... Я заметил... Кое-что у нее в руке. Брошь леди Брэдшоу. Должно быть она сорвала ее с блузки Брэдшоу во время припадка. Перевернув брошь... Я увидел, что она похожа на одно из существ, которых мы извлекли из коконов. Не те ли это демоны, о которых говорила Мэри? Неужто Брэдшоу знала, что мы здесь найдем? Затем труп Мэри зашевелился. Но это была уже не моя жена. Нечто завладело ее телом. Оно прыгнуло на меня. И только брюки клетки спасли меня от его ярости. Вот так вот. У тебя вроде и есть голова на плечах. Объясни тогда, какого хрена ты воюешь за садом? У нас не было выбора. Где родился, там и пригодился, так сказать. Вот почему. Твой друг Ник. Че такое, парни? Что означают знаки на твоей шляпе? Память о павших. Причина сражаться. Причина не хуже других. Отличная причина. Единственная. Я не настроен к вражде. Давай не будем обострять, наколять ситуацию. Нам просто тупо надо держаться вместе и выжить. Он открыл свой дом на берегу реки. Насолил мудрый человек. Ужил бабы и стены смыло. Пришла засуха. Вода высохла и он захотел пить. Весь день насекомые жрали его плоть. Но по ночам он говорил жене. У нас всегда достаточно рыбы. Твои люди решили воевать, Джейсон. Думаю, нам пора побыть в тишине. А там позади никто не выпрыгнет. Ну, твою мать, а. Ребята, давайте быстрее. Давай-давай, Салин. Какая тварь, а. На тебе в ребро, тварь. У-у-у. О-у-у. Это было жёстко. О-у-у. Охренеть просто. блин как салим же классно машет этой трубой нафиг думаю пора валить отсюда все 100 согласен все 100 согласен так а тут что у нас так смотри что то есть я думаю это лазарет может пригодится если хочешь сосунуть в сумку древнюю срывчатку пожалуйста химическое оружие уже близко только ты скажешь что-то умное как за этим сразу же идет глупость так смотри еще медицинская карточка тут на паузе можете прочитать друзья рассказать шутку давай не но нет так нет к это чё заметки вскрытия так ну это вроде бы все что бы там ни было археологи добрались туда первыми а ну погоди и что думаешь они живы а ты оптимист подсказка еще остается слушай ну все таки надежда все глубже и глубже спускаются наши ребята все глубже и глубже спускаются наши ребята твоя жена можно знать кого-то много лет но мало знать о нем я не знал что капитан был женат что-то ублюдок который был с тобой он не выжил тем лучше одним врагом меньше когда-нибудь ты пожалеешь о таких словах жалеть не про меня что за там фон радиоактивный зеленое свечение здесь на каждом шагу сюрприз что ты думаешь никогда такого не видел видишь подъемный трос археологи туда спустились вряд ли выбрались назад лебедка работает нет нет мы туда не пойдем археологи не выбрались ты это понимаешь мы не археологи наш мир наверху они там внизу между нами и нашим миром армия монстров они близко поджигай безумец если вампиров есть логово оно внизу ты хочешь сражаться у них дома в этой стране я только этим и занимаюсь запускай подъемник в этой стране чтобы не было ты а что я preocup что это что не Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Сержантам Кейм не случилось никакого несчастья. Поглощенные бездны редко могут рассказать. Все свечки горят, так что все, all right. Поглощенные Салима, заклятые враги никак не могут зарыть топор войны. Скорее предпочтут нанести удар. Так, не хочу прослыть негостеприимным, но время не на нашей стороне. Я встречу ваших подопечных за финишной чертой. Или похороню возле нее их останки. Little Hop 3 мили. Трасса 36. Тремя годами ранее. Вся эта отсылка, гляди. Все-таки я рад, что Рэйчел и Эрик снова в месте, конечно, друзья. Хоть и так случилось у них в отношениях. Ну, по мне, это лучше, чем быть с Ником. Я, по-моему, кто-то говорил, что хочет заняться альпинизмом. Альпинизм меня... Каждая ошибается, наверно. Расслабляет. Ты чего? Парень на кассе. Он как-то... Странно смотрел. Вряд ли он здесь часто встречает таких женщин, как ты. В смысле, таких чистых. Он наговорил всякому. Например. Неважно, поехали. И все-таки? Вот что за девки? А вот скажут и намекнут. Сказал, что я никогда не буду так счастлива, как сейчас. И не говорят до конца. Что это значит? Потом выпытывай с них. Ты же не поверила. Вот инфу кинут и молчат. Молчат. Ты же знаешь, твое счастье, Рейдж, моя главная цель. Неважно, где мы и что происходит, я сумею вызвать у тебя улыбку. Вот. Я же сказал. В следующий раз свистни, и я прибегу спасать твою честь. Ах, словно мой верный щенок. Семпер Твай. Всегда верен. Я и сама могу о себе позаботиться. А теперь ноги свои убрал деревню. Вот почему у Эрика нету ноги. Эрик, зал жертвоприношения. 0-1. 43 часов. Так, Ник. Эрик. Джейсон. Джейсон, ты здесь? Кто? Так, это наша Рейчел, да? Да, вот она, девочка. Жива. Ну и все, это самое главное, друзья. Ого хера! Все живы. Ник жив. Эрик жив. Рейчел жива. Все, круто. Я думала, ты мертв. Я думала, ты мертва. Так. Эрик. Твою мать, это этот древний нафиг. Полковник, бегите! Ты тоже, Ник, ты с нами! Ну же, Рейчел! Охренеть, он танкует. Бегает. Бегает. Свет. Туда! Блин, за собой бы калитку закрыли бы хотя бы Так, и там наша подсказанника должна быть Опять мы отгребаем от древнего О, да! Ник! Эрик, красава! Давай, 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 Рэйчел! Есть! Помоги! Не за что, идем дальше Ну что, можно жить вдвоем тогда Раз уж так пошло, друг другу помогаем Твою мать, да ты сдохнешь-то Ну что, он сдох? Вроде свалился в провал Он жив Джейсон жив Может, все не так уж и плохо Спасибо Что прикрыл меня там Долг платежом, Красин Найдем Колчика Чего ты ждешь? Личного приглашения? Идем! Пора Самый неподходящий момент Рэйчел Я помню, ты взяла перерыв, но Я устал делать вид, что ты мне никто Хватит лжи Учитывая, что ты надела кольцо Он прав Нам пора Ну что, выбирай Что? Прямо сейчас? Да, сейчас Другого шанса не будет А как же жить втроем? Такой вариант будет? Эрик У нас Было что-то особенное Но это давно в прошлом Я люблю тебя, Рэйч Дело не в нем А в том, что лучше для меня Я не люблю тебя, Эрик Больше нет И тебя, Ник Хватит Я не верю Поверь Все давно кончено Я выберусь отсюда без вашей помощи Все прояснили Так что хватит маяться херней Идем за колчиком Что это было? Остался бы ты дома Ничего бы не было Все то же самое Могу сказать тебе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Офигеть Почти Три с половиной тысячи футов Друзья Я немало херни повидал Да что за херня С этим ничего не сравнится Вроде нас не преследуют Ты что, хочешь их подождать Или Захлопни варежку Идем Ну что ж Дорогие друзья Это было Просто Бомбезное Прохождение Мне очень Оно сильно понравилось Надеюсь вам тоже Друзья Так что не забывайте Ставить лайки Пишите ваши комментарии Ну и подписывайтесь на канал С вами был канал Перфект Геймер Олег Так что друзья До скорой встречи Всем пока